В эфире новости Крым в студии Тарас Ибрагимов. Сегодня мы расскажем о таком. Вода в Крым сливают Украину. Вопросы, споры вокруг заявления нового премьера. Севастопольский моряк. О посылах для оккупированных территорий. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что воду в аннексированные России Крым могут поставлять только для населения в случае гуманитарной угрозы, но не для промышленных предприятий. Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины. Позднее он написал в Фейсбук, что украинская власть не может подавать воду в Крым до деоккупации полуострова, потому что невозможно по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям, и воду, которая пойдет на военные базы. Это заявление вызвало критику оппонентов. Мы не будем поставить воду для промышленных и военных объектов. Мы будем поставить в разе необходимости або гуманитарной угрозы украинцам воду для господарских потреб для питания. Хоть цистернами, хоть каністрами, хоть бутлями, мы должны это обеспечить. Повну відповідальність за гуманитарну ситуацию на окупованих територіях, згідно Женевських конвенцій, несе країна-окупант. И, как закликав президент Зеленський, треба мати сердце и розум. Украинскому уряду, усвідомлюючи, что давать воду режиму окупаційному – это оттерміновать повернение Криму и Донбасу, повернение украинских заручников. Мы должны пиклуватися про своих украинских граждан, потому что они не должны помирать от засухи, от знаводжения. Но каким образом это будет происходить, должен разработать Кабинет Министров. За Женевськую конвенцію, я тоже читал, там написано, что социальные пенсии выплатят, там про поставление воды ничего нет. Питание подачи воды в Крим, в окупованный Крим – это инструмент деокупации. Это, наоборот, инструмент окупации, я бы сказала. Нет, я сказал, что надание ответственности можно давать, можно не давать. Но это всегда должна быть как инструмент деокупации. Правда, в Криму питание воды достаточно для людей, для населения, для тварин. Цего достаточно, больше, чем нужно. Води они витрачают больше, чем природа им дает. Поэтому решение очень простое. Они должны прекратить поддерживать свою військовую складовую, поддерживать промышленность и дать эту воду людям. И вопрос занимается сам по себе. Это скандальная заявка новообранного премьер-министра Дениса Шмигаля о возможности подачи воды по Певнічно-Кримскому каналу. И именно те мотивации, которыми он пытался объяснить такую точку зрения, мовляв, там же есть украинцы, мы им допоможемо. Они абсолютно непрепустимыми, такие заявы. И в тот же час они говорят про то, что новообранный премьер-министр фактически не знает ситуацию в Криму. Но тут нужно думать не только про кримских татар, а думать про будущие украинские государства. И, поскольку такие действия уряда Украины, это будет фактическое признание Криму российской территорией. Сдача Криму, это означает сдачу Украины не меньше и не меньше. В первый день своего пребывания на должности заявить о том, что надо подавать воду в Крим, это или тупость человека, который абсолютно некомпетентный на этой должности, или не подходит к этой должности, или это враг, который будет и дальше вести вот эту политику, уничтожить Украину. Окупационный глава Крыма Сергей Аксенов отреагировал на высказывание нового премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о поставке Днепровской воды в аннексированный Крым. По словам Аксенова, он рассчитывает на худший вариант, что Киев не возобновит поставку воды на полуостров. Конечно, надо давно подавать воду, потому что у них там заболачивание у самих происходит, в Херсонской, Николаевской области. На самом деле, Северокрымский канал, он не только был для поставок воды в республику Крым, а в том числе, чтобы уберечь от заболачивания часть территории Украины. Мы рассчитываем на худший вариант, что они нам ничего не дадут. Спикер подконтрольного России Крымского парламента Владимир Константинов назвал провокационными заявления Шмыгаля о воде для Крыма. Вы нам за Севастополь ответите. Севастопольский моряк, а теперь офицер Нацгвардии Украины с позывным Джерониму, про оккупацию предателей, героев и посылы для агрессора, далее в сюжете. Мені страшно з моих родных і близких, які зараз тимчасово знаходяться на тимчасово окупованій території України. Мені страшно за нашу країну, яку я ледь не втратив в 2014 році. Дуже багато часу я просто живу в Збройных селах України, в різних підрозділах. Мені довелось походити і на Черкасах, і на Ольшанському, і на Сагайдачному, і майже на всіх одиницях, як кораблів, так і судем військово-морських сил, Збройных сил України. Тому особисто мені дуже важко було бачити, як мої колишні колеги виявилися лайном, шмуркачами, і врешті ворогом, якого ми зараз вбиваємо. І почали масово бути стрелецькою під гімн України, знімати прапори України. А потім включили гімн Росії, і ті самі люди, я так думаю, що це просто, м'яко кажуть, запроданці, не знаю, як назвати цих людей, зрадники, запроданці. І вони так само під гімн Росії просто бідняли російські, андріївські прапори. Але я хочу звернутися до тих, хто мене, можливо, чує там, в Севастополі. І бітішки, ми обов'язково вернемося. Особисто я вперше зіткнувся з зеленими чоловічками, коли просто йшов містом. І ось я йду в бурті Стрелецькій, по звичній мені дорозі. І раптом я бачу тих самих зелених чоловічков, які просто ховаються за гаражами. Зараз ви маєте змогу побачити, що з цього вийшло. А 710-й, да, хлопці? Ну і що, застріли мене. Мені що, тут будеш базаритися, лабо? В моїй країні ту х**ню тут наводиш. Ідуй к Сербію і там рішаю питання. Понял? Буквально за пару днів після цього я зрозумів, що нема що робити. В цьому місі, принаймні, поки що виїхав звідти. Попав один з підрозділів Незональної гвардії України. Я вважаю, що мені дійсно поталануло як із обертимами, так і з командирами. Це було 100% добровольців. Я дуже добре пам'ятаю, з яким настроєм ми їхали. Ми їхали, так, можливо, помирати, але перемагати. Війна настільки жорстка штука, що вона не любить оце, знаєте, бла-бла-бла, якісь сентименти. Якщо ти гімно, то ти гімно. Якщо ти герой, то ти герой. Коли ми з побратимем під Слав'янськом були в бліндажі, ворог був повсюди, просто навколо. Тобто не попереду, не позаду, не на 12, не на 7. Мій побратим мені каже, а знаєш що, якщо б мені вже довелось померти на цій війні, то я хотів би померти в тебе на руках. Нічого сильнішого в житті я просто не чув. Можливо, для когось війна вже закінчилась. Для мене вона не просто не закінчилась, вона набирає інших шалених обертів. Трудно людей в одній столочці. Собой хичись не дуже. Знаємо ли ми українську ніч? Нет, ми не знаємо українську ніч.